Казахстан и Россия дружба навек. Раньше в этой дружбе никто не сомневался, но сейчас ситуация изменилась. Особенно это стало заметно после трагедии в Крокус-Сити. Если раньше, когда что-то случается в России, казахстанцы очень сильно сопереживали за соседей, выражали слова соболезнования, поддержки, то в этот раз ситуация изменилась. Сначала да, многие казахстанцы поддержали россиян, выражали признательность, поддерживали действия силовиков, соседей. Но в этот раз что-то случилось, особенно это стало заметно после того, как россияне обвинили случившимся Украину. Многие сразу скептически отнеслись к этой версии. Кто-то посчитал, что этот теракт вообще могли организовать сами спецслужбы соседней страны и так далее. Я заметил, что отношения между Казахстаном и Россией становятся не такие безоблачные. Почему? Потому что, очевидно, война в Украине нанесла такой непоправимый удар по нашим отношениям. Кто-то в обществе поддерживает Украину, кто-то Россию. Произошел раскол. Вот, кстати, посольство России в Казахстане на заднем фоне. Вот оно. И впереди такой святой для многих казахстанцев праздник, День Победы. Однако, увы, и здесь тоже происходит как бы раскол в обществе. Почему? Потому что традиционно на День Победы часть казахстанцев наденут георгиевские ленточки. Эти ленточки вызывают у части граждан какое-то неприятие, потому что считается, что это символ российской оккупации какой-то. И появятся люди, которые будут носить не георгиевскую ленточку, а нашу казахстанскую голубую ленточку. Конечно, все это не очень хорошо. Почему? Потому что День Победы это наш общий праздник. Вот, можно было бы хотя бы ради памяти и ради живых ветеранов. В Астане их осталось всего шесть. Нужно как-то немножко подержать, ну, не торопить события, не давать как бы какую-то новую оценку тому, что было. Вот, поэтому... Но, с другой стороны, историки считают так, что какие-то вещи нужно открывать. Поэтому тоже такие будут дискуссии по поводу Дня Победы. Кто-то, например, считает, что этот замечательный праздник своей оккупации, своей агрессивной политикой, испортил Путин. Вот, то есть, такие вот разные моменты есть в оценке Дня Победы. Хочу напомнить, что в этом году ни на День защитников Отечества, которые в Казахстане отмечают 7 мая, ни на День Победы парада не будет. Кто-то считает, что это делают из-за экономии средств налогоплательщиков, а кто-то считает, что это как бы не хотят уподобаться северному соседу, не хотят вот эти все, эту демонстрацию военной мощи показывать. Тем более, средства нужны на то, чтобы действительно боевую выучку делать, какие-то учения и так далее. То есть, говорят, что не нужно в этом видеть какой-то политический момент. Но факт остается фактом. А вообще, День Победы остается общенациональным праздником, красным днем календаря. Вот, как я уже говорил выше, у нас в Астане 6 ветеранов, в Алматы, по-моему, около 20. В Алматы и в Астане ветеранам в честь праздника вручат по 2 миллиона тенге. В Акмолинской области сумма будет больше, это около 3 миллионов тенге. У нас все ветераны войны, они пользуются многочисленными льготами. То есть, у них санаторно-курортное лечение, квартиры, они давно обеспечены квартирами. То есть, ветеранов любят. Другое дело, что вот сама оценка, например, по поводу событий, связанных с туркестанским легионом. То есть, если раньше считалось, что Мустафа Шокай это предатель, да, то теперь считается, что он национальный герой, который стремился как можно больше сохранить жизнь казахов. То есть, он делал все, чтобы как бы и сохранить жизнь военнопленных, и в то же время не дать им участвовать в войне со своими соотечественниками. То есть, все так неоднозначно. Однозначно. Также, конечно, есть немало людей, которые считают, что победа в Великой Отечественной войне – это первая победа. Знаете, да, это выражение? То есть, очень большой ценой досталось. Это как раз и повод, что надо ценить. Вот. А это вот музей под открытым небом, рядом с посольством России, выставлена техника. Вот я до этого вам показывал, что появился еще самолет, корабль. Вот. То есть, в принципе, если вы любите парады, а парадов нет. Ну, в принципе, я хотел сказать, что Казахстан остается в российском инфополе. Кроме канала Евроньюз практически все события подаются с точки зрения Кремля, потому что казахстанских журналистов нет в зоне конфликта в Украине. Поэтому люди, в принципе, смотрят кремлевскую точку зрения. И, ну, тем не менее, все-таки, вот я говорю, есть канал Евроньюз, есть различные телеграм-каналы, и они как бы показывают позицию уже такую. Евроньюз, по крайней мере, показывает позицию объективную. И то, что думают россияне о конфликте, и то, что думают украинцы. Вот. Всех с наступающим праздником. 1 мая, кстати, тоже в Казахстане праздник, красный день календаря, день единства народа Казахстана. В Казахстане проживает около 150 национальностей. И это действительно здорово. Я думаю, все поняли, насколько важен мир. И думаю, те, кто хочет толкнуть нас, столкнуть с той же Россией, понимают, что, вот, ну, например, Украину с Россией две братские страны столкнули лбом, да, а потом в итоге, смотрите, сколько Украине тянут с тем же предоставлением дополнительного финансирования, дополнительного вооружения и так далее. То есть нужна ли эта война? Нужно ли это? Мне кажется, надо ценить мир. Поэтому моя позиция в этом плане, наверное, схожа с позиции официальной Астаны, что нам не надо ни с кем конфликтовать, надо дружить, вот, потому что мир — это самое главное. Как вот есть же фраза, самое главное, чтобы не было войны. Вот, все остальное будет. Всех еще раз с наступающими праздниками. Субтитры создавал DimaTorzok